На месяц-два, наверное, назад я познакомилась с девочкой из салона Бьюти Пароль. Она хозяйка, анкоберемененькая. И когда я к ней пришла на маникюр, я была так счастлива. Говорю, Господи, спасибо тебе огромное. Реально за всю мою жизнь только два мастера мне понравились. И вот этот мастер второй, который живёт около моего дома, я хожу к ней. Вот уже три маникюра я у неё сделала. Сегодня у неё будет четвёртый. Я очень счастлива. Просто найти мастера реально классного, это очень большая проблема. И я, блин, у меня уже так отросло всё, так что сегодня пойду делать ноготочки. Обожаю делать свежий маникюр. У меня уже просто сильно отросло. Буду делать френч. Единственное, что я не люблю длинные ногти, я всегда стригу их очень коротко. Ну, то есть вообще вот так вот прям под корень. А мне мой сказал, пожалуйста, ты можешь оставить ноготочки, чтобы они даже ещё чуть-чуть отросли. Я говорю, ты что, гонишь? Я говорю, я не люблю. Он говорит, ну пожалуйста. И сегодня получается, что я не буду убирать длину. Я её оставлю вот такой. Хотя для меня это перебор. Но лично для меня. Так, что за вопрос? Блин, мне так раньше нравилось, что когда прямой эфир заходил, у тебя все вопросы вот так высвечивались подряд. А сейчас просто по одному. Приветик, расскажи, как Валерна... Слушайте, я не знаю, я не спрашивала, что там произошло. Это меня не интересовало особо. Ну, поругались и поругались. Помирятся завтра. Дело не в этом. Я вчера была на шоу ББ. Я... Блядь, я думала, я всё видела, ребят. Реально. Я думала, я видела всё в этой жизни. Особенно на телепроекте «Дом-2» со всеми ситуациями, блядь, вопиющими, которые просто присутствовали в нашей жизни. Но я думала, что... Ну, никто не перепрыгнет. Ну, бляха, муха, что вчера было? Между Аленой и этим Яббаровым, всей семьёй Насте Голл. Там были все их родственники. Там была такая драка. Там был просто трэш такой. Я вот честно, у меня даже слов нет. У меня нет слов. Я вообще в шоке. Так, почитала твою... Почитала твою книгу «Коридор». Книга просто вау. Спасибо большое. Я очень рада, что вы её прочли, что она вам понравилась. Она правда очень классная. Что случилось там? Блин, там был трэш. Вообще полный трэш. Там был... Ну, я не знаю, ребят. Я такого не видела. Вот насколько я, да, вы знаете, что я там тоже была долго. И каких только моментов я не прожила. Но честно, такого трэша. Пойдет целый день в саду. Да, батюшка уходит в 9.30 утра и возвращается в 6 часов вечера. Что за «Коридор»? Эта книга называется... Её написала Александр Король. Называется «Коридор» про то, как люди выбирают себе измерение, в котором они живут. Очень, очень крутая книга. Если вы что-то хотите поменять в своей жизни или просто вот немножечко поменять своё хотя бы просто мировоззрение, увидеть какой-то такой интересный взгляд на жизнь. Это, знаете, книга не о том, что ты — это то, о чём ты думаешь, что это то, что ты привлекаешь в свою жизнь. Нет. Там очень круто, очень грамотно объясняется. Вообще, как бы, система, как в «Матрице». Это очень интересно. Обязательно её прочитайте, прочтите. Это очень крутая книга. «Здоровье вашей семьи от всей души». Спасибо большое. Кто прав, как считаешь? Конечно, права Алёна. Слушайте, он не помогал ребёнку более полутора лет. И на камеру он играет, что он такой хороший папа. Ну, в принципе, понимаете, мне от этого не так больно, не так, как сказать, мне это не так удивляет, потому что я сама была в такой ситуации. Но с другой стороны, с другой стороны, конечно, это стрём полный. Когда человек стоит на камеру, говорит ему, я без тебя жить не могу, мой маленький ребёночек, ты мой самый вкусненький. Как-то такое получилось. А потом, когда Алёна уходит с проекта, он даже ни разу не приехал к своему ребёночку, ни разу. И полтора года он не помогает мне как финансово. О какой нахрен любви тогда может идти речь? Получается, что для проекта всё? Я, блядь, не понимаю, когда, сука, детей делают для проекта. Я вот этого не понимаю. Такого не бывает, блядь. Такого не бывает. Ну, это же дети. Ну, блядь. Ну, как вот? Я не знаю. У меня нет слов. Я просто не знаю, блядь, как это резюмировать вообще в целом. Что, блядь, нельзя заниматься сексом для того, чтобы не было детей? Ведь это возможно. Но это, сука, такая безответственность, вот просто конченая. Так, как называется книга? Книга называется, её написала Александра Король, называется она «Коридор». Больше всего жалко детей, конечно. Очень жалко детей. Потому что вроде как вот он был, он вроде как такой мой любименький, мой хорошенький, понимаешь, пел там песни. Настя, как я отреагировала, такая была ситуация. Они на свадьбе очень сильно поругались. Настя с Ябаровым прям безумно сильно поругались. У них не было первой брачной ночи. Он хотел уехать в караоке вместе, ну, куда-то гулять вместе с Валерой, значит. И Настя вся такая несчастная, плакала, сидела. И вся была недовольна. Но как только вышла Алёна и произошёл пипец между Алёной и Ябой, ой, они сразу стали отличной парой. Уже было плевать, что не было брачной ночи, и никто ничего там в этой ночи не сделал. И всем было насрать. Они сразу стали друзья, понимаешь, лишь бы воевать против Алёны. Лицемерие конченое. Ходить, дружить с Алёной, жить с ней в одном доме, дружить, блин, ловзаться, целоваться, а потом вот так вот вести себя по отношению к ней. Вот это стрёмно. А где моя палочка? Ты что, сейчас наеду кое-что? С этой палочкой не могу. А где моя палочка сейчас? Подождите. Курилочку свою потеряла маленькую, пока бы тусика нету. Эй, где ты? Палочка, ты где? Так. Всё, была палочка или нету палочки? Ладно. С этой палочкой. Блин, ну потом же всё равно захочет. Всё, ну ладно. Так, чё тут было? Алёне надо забыть ёршика, как страшный сон, и не позориться на шоу. Мне кажется, Аня тоже с вами так же поставила. Ну не до такой степени. Вы знаете, у них всё-таки более близкие были отношения, они прям жили вместе, дружили там вообще прям со всем. Ну прям, когда живёшь вместе, это вообще немножко другое. Вот. По-моему, мне уже пора себя порядок привести с утречка. Как это, с Бадуна? Можно я сделать фан-пейдж для тебя? Конечно, спасибо большое. Ты красотка. Спасибо! Эта красотка не могла, не может свою палочку найти, вот эту маленькую, такую маленькую куительную палочку. Так. Блин, хотела музычку послушать, а у меня айпад сел, а зарядку я потеряла. Уже третью зарядку вчера где-то оставила опять. Ты очень хорошо выглядишь, спасибо. Из-за чего поругались Голд и Яба? Они поругались из-за того, что после свадьбы у них не было брачной ночи, и Яббаров хотел умчаться на крыльях ночи на глубокую вечеринку вместе с Блюмингранцем. Обматерил её с ног до головы. Вот. Но она сидела вся бедная, несчастная на шоу, ей было очень плохо, она такая вся вот всем умирала. Умирающий лебедь был невероятный. Но как только пришла Алёна, как только произошёл трэш между, как только трэш между Ябой и Алёной произошёл, а там трэш был между всеми, всё, Алёна была счастлива, просто пипец как. А ещё вчера мама Яббарова сказала такую страшную вещь, когда они ругались. Ну, конечно, может, это всё на эмоциях, но это покажут в эфире, где она сказала, «Не нужен нам такой типа внук, ничего страшного, говорит, нового отца себе найдут». Прикиньте. А потом, когда она вышла на сцену, я ей сказала её слову, она говорит, «Ты что врёшь?» Я говорю, «В смысле вру?» Я только что это посмотрела. Я сидела, просто пока мы ждали наш выход на сцену, у нас, естественно, включено, как быть, включено табло. На табло видна каждая комната. Ну, то есть, то, что происходит там, грубо говоря, в гостевой, то, что происходит в гримерке, то, что происходит в самом зале на шоу. И ты всё это слушаешь. Естественно, перед тем, как выйти на сцену, ты же не как дурак такой, выходишь и ничего не знаешь в этой жизни. Естественно, ты перед тем, как выйти на сцену, ты смотришь, что там было. И вот эту фразу, она у них драка была, прям трэшовая драка. И потом, когда они ушли вот в эту первую комнату, в гримерку, она так сказала. А потом она опять вышла на сцену и говорит, «Ты что врёшь мне?» Я говорю, «Ну, как всё, господи». Я, знаете, я что поняла? Последнее время я не спорю с людьми, которых я понимаю, что нет смысла как бы с ними спорить. Нет смысла вступать в полейнику, потому что это вот очень, ну, очень, да. Ну, вы поняли. Так. Так, голод и надо. Блин, почему эти бабы думают, что бывшие тоже херово с ним? Да нет, на самом деле неправда. Нет, есть разные, просто время нужно. Не, ну, если сравнивать и Барова, и Валерку, то я считаю, что Валерка золотой человек. Реально. Если так уж сравнивать. Когда этот эфир? У нас вчера что, был понедельник? Значит, это понедельник, да, вчера был? Значит, это будет понедельник, через шесть, ну, через неделю. страсти вообще нету слова. Ребят, ну, слушайте, как это, я старый волк, и то я, я честно, я такого не видела никогда, я честно вам скажу, я человек, который, у меня было там тысячи разных моментов, но я такого никогда не видела, никогда. как думаешь прогноз, насколько брак продлится у Ябы до тех пор, пока Настя будет делать вид, что пока Настя будет всё вкладывать, добавлять деньги на машину, добавлять деньги на строительство дома, пока всё это будет, они будут вместе. Тата, а кто был ведущим на вчерашнем шоу? Вчера был Кадоша и Бородуля. Вот. Такие вот дела. Вот. что там дальше? Так, как там Аня? Ну, я думаю, что нормально всё. Так, милая, я тебя убью. Пошли они все нахер, милушки. Так, я ещё живая нужна всем. Какая-то зайка. Просто обожаю тебя. И смотрю, зая мне пишет. Привет, зая. Так, что ваша дочка кушает на завтрак? Вы знаете, у меня вообще ребёнок, к сожалению... Ой, чё с Светой? Сейчас подъезжу. Да, блин, я хочу найти свою курилочку. Блин, где она? Почему так? Подставка для телефона была. Сейчас подождите, я себе сделаю царское ложе, блин. Ой, ничего не видно. Фу, блин, ничего не видно. Подожди, сейчас я шторки закрою, а то ни хера не вижу, честно говоря. Мне так что-то солнце палит прям в глаза. Да, блин. Милая нота. Так, тебе понравился образ Насты. Вы знаете, про образ ничего не могу сказать, вот именно про сам образ, но оформление свадьбы было шикарное. Вот. Вот так красиво гармонировало наш, вот как бы в студии, вот этот вот здесь красный свет, вот эти вот красные стены. Мне очень понравилось. Я кажется, мне кажется, очень было стильно. вот. А вы как думаете? А вы как думаете? тата это тирса что такое тирса вы умер не так ребят короче где может быть моя курилка бляха муха черт я прям слышала я помню это как стала она у меня упала чуя нигде нет кости речка висит